Царствие Божие Притчи о Царстве Небесном Господь Иисус Христос проповедовал в городах и селениях Галибеи. Он учил о Царстве Небесном, и множество народа слушало Его. Часто для объяснения божественных истин Господь говорил притчами. Это позволяло ему в более доступной и живой форме излагать свои учения. Основу притч составляли простые примеры из жизни людей. Сеятель на пашне, сорняки в поле, обычный росток горчичного семени, закваска в тесте, сокровище, случайно найденное пахарем в поле. Все это служило Спасителю поводом к изложению божественных истин. Народ жаждал слышать учителя. Однажды Христос с учениками пришел на берег Галилейского озера. Он вошел в лодку и оттуда обратился к народу, стоявшему на берегу. Начал Господь с притчи о сеятеле. В этой притче он изобразил, как семена Слова Божьего, эти начатки Царства Небесного, проникают в сердце человека. Те простые вещи, о которых Господь говорил в притче, слушатели могли видеть вокруг себя. На ближайшем холме, спускавшемся к Галилейскому озеру, сеятель мог засевать только что вспаханное поле. Из засеваемых семян иное упало при дороге, и налетели птицы небесные, и склевали его. Иное упало на места каменистые, где было немного земли. Оно скоро взошло, но, не имея надлежащего корня, увяло и засохло под палящими лучами солнца. Иное упало в терния, и терния заглушила его. Иное упало на добрую почву и принесло плод. Одно во сто крат, другое – в шестьдесят, а иное – в тридцать. Ученики не поняли смысла притчи и просили Христа разъяснить ее. И Спаситель пояснил. «Сеятель – это Сам Господь Иисус Христос. Семя – Слово Божие, благая весть о Царстве Небесном. Земля – сердце человеческое». Земля при дороге означает невнимательных, рассеянных людей, сердца которых закрыты для Слова Божия. Каменистое место означает людей непостоянных и малодушных. Они охотно слушают Слово Божие, но при первом же искушении, скорби или гонении отпадают от веры. «Терния» означает людей, у которых житейские заботы, богатства и пороки заглушают в душе Божественное Слово. А добрая, плодородная Земля означает людей с добрым сердцем. Они внимательны к Слову Божию, сохраняют его в душе своей и исполняют все, чему оно учит. Плоды их – мир и радость о Святом Духе и вечное блаженство в обителях Отца Небесного. Чтобы яснее раскрыть ученикам тайны Царствия Небесного, Спаситель рассказал им притчу о горчичном зерне. Оно очень мало, но когда вырастает, становится большим деревом, и в ветвях его укрываются птицы небесные. Смысл притчи в том, что Царство Божие, основание которому Христос положил на земле, вначале мало, как зерно горчичное, но потом станет великим и распространится по всей земле. Такой же смысл имеет и притча Христа о закваске. Женщина положила закваску в три меры муки, пока не вскисло все. Как малая закваска квасит все тесто, так Слово Божие преображает весь мир. То же происходит и с душой каждого христианина. Сперва благодать Божия незаметна в человеке, как горчичное зерно или закваска. Но проходит время, и душа освящается, преображаясь под действием благодати. Посредством ее люди становятся сынами и дочерьми Божьими, наследниками Царства Небесного. Продолжая свое поучение, Спаситель предложил ученикам еще одну притчу о пшенице и плевелах. Человек посеял на своем поле пшеницу. Когда же люди спали, пришел враг. Между зернами пшеницы он посеял семена сорных трав. Когда же взошла пшеница, появились и плевелы. Слуги хозяина поля вызвались убрать их. Но хозяин, посеивший пшеницу, запретил им. Пшеница – это сыны Царствия Божия, а плевелы – люди, соблазненные лукавом. Чтобы, удаляя сорняки, не повредить пшеницы, Господь повелел оставить и то, и другое расти вместе. А когда придет время жатвы, то есть кончины мира и страшного суда, жнецы, ангелы Божии, уберут пшеницу в житницу Господню. Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца Небесного. А нечестивые, как плевелы, будут ввержены в гиенну огненную. Со страниц Евангелия Господь обращается к нам с призывом искать Царствие Божие, трудиться над Собой, чтобы стать достойным Его. «С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него», говорит Христос. Но это усилие всегда приносит благодатную радость, радость жизни с Богом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова